На противоположном берегу Пуговичинского пруда образовалась стихийная свалка из строительного и бытового мусора, на ликвидацию которой сейчас брошены все силы. В совет депутатов городского поселения Горки-Ленинские стали поступать жалобы от жителей по поводу несанкционированного сброса мусора на территории возле водоема. От посторонних глаз место скрыто за деревьями, а мусор сюда сваливали тоннами, приезжая ночью на грузовиках. Мы приняли решение с этим депутатом Горок-Ленинских выделить финансирование. На территории порядка полутора-двух гектаров муниципальной земли образовалась стихийная свалка. Мы закончить должны в этом году. До 31 декабря уже разыгран контракт. И как вы видите, сейчас уже идут работы по вывозу этого мусора. Поедет он на полигон Егорьевский. Силами администрации и правоохранительных органов было организовано дежурство. Однако выяснить, какие организации вывозили сюда месяцами, в том числе строительный мусор, не удалось. Водители грузовиков представлялись частными лицами и отделывались штрафом в 5000 рублей. Для них удобно, потому что здесь лес, сразу съезжают с трассы, заезжают в овраг и под покровом ночи здесь вот этим беспределом очень для них удобно заниматься. Тем не менее, мы приняли все меры для того, чтобы ликвидировать максимально быстро эту свалку. Стихийная свалка наносит колоссальный ущерб окружающей среде и является нарушением природоохранного законодательства. Свалка размещена на землях, не предусмотренных для этого, то есть на чистом грунте, это проникновение в почву загрязняющих веществ и вблизи водного объекта реки Купеленка. То есть это возможное попадание в водный объект загрязняющих веществ. Ликвидацией свалки начали заниматься вовремя, ведь в некоторых местах уже можно заметить очаги возгорания и тления, что говорит о выделении газов от бытовых отходов. Компания, занимающаяся вывозом мусора, работает в круглосуточном режиме. По условиям мы должны выполнить до 31 декабря, но я думаю, мы справимся быстрее, где-то за 10-12 дней мы уложимся. После окончания работ будет проведена рекультивация объекта. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.